ТВ Десятки тысяч мужчин, которые могут попасть под мобилизацию, сейчас бегут из страны. Некоторые выбирают местом, куда уехать, Республику Беларусь. Однако есть и серьезные риски. В аэропорту Минска с участием милиции начали проверять мужчин с российскими паспортами, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники. Ранее издание «Наша Нива» отмечало, что сотрудникам правоохранительных органов Беларуси дали устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших в страну, и которые скрываются от мобилизации. Обсудим эту тему с Андреем Стрижаком, главой фонда «Байсол». Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Что-то вам известно, может быть, о тех россиянах, которые сейчас от мобилизации бегут в Республику Беларусь. И вот о тех сообщениях, которые я озвучил только что, что к ним будет особое внимание. Сегодняшняя ситуация выглядит таким образом, что на нашу горячую линию канала «Байсол» выезд и эвакуация за прошедшие сутки обратилось такое же количество человек, как за предыдущую неделю. То есть семикратный рост обращений, среди которых порядка 70% — это обращения от россиян, которые хотят выехать из страны, спасаясь от мобилизации. Мы оказываем консультации этим людям, подсказываем, каким образом можно покинуть страну безопасно и в какое направление лучше всего двигаться. И Беларусь не входит в список безопасных стран. По какой причине? Дело в том, что насыщенность количеством милиционеров на душу населения в Беларуси очень высокая. Есть политическая воля относительно режима Лукашенко и режима Путина о полном взаимодействии и кооперации. Точно так же, как Россия сейчас выдает Беларуси белорусских активистов протестов 2020 года, точно так же Беларусь будет выдавать и уклонистов, которые пытаются избежать мобилизации в Россию. Еще одним немаловажным фактором является то, что в Беларуси достаточно четко выстроена вертикаль местной власти и любой новый человек, любая новая машина на российских номерах моментально будет опознана. К этому стоит добавить еще очень высокую насыщенность улиц с камерами наружного видеонаблюдения с высоким разрешением. То есть, если человек находится в розыске и перемещается по улицам открыто, практически 100% вероятности, что его очень быстро найдут. У меня брат одного очень близкого друга как раз-таки тоже недавно уехал в Минск. Вы уже упомянули, что есть некоторые безопасные способы из Беларуси, небезопасные, уехать. О чем идет речь? Дайте подсказку. Тем нашим зрителям и просто людям, которые раздумывают, может быть, о том, чтобы бежать от мобилизации российской в Минск. Я думаю, что, еще раз повторяю, что Минск – это не самое лучшее направление по той причине, что границы, которые… Беларусь граничит с Европейским Союзом, европейскими государствами, которые, столкнувшись с миграционным кризисом в прошлом году, очень сильно усилили контроль. И сейчас достаточно сложно говорить о том, чтобы были какие-то возможности дополнительные для того, чтобы исчезнуть из Минска и появиться где-нибудь в Европе. Сейчас это все намного сложнее. Поэтому я бы рекомендовал на сегодняшнем этапе рассматривать варианты выезда через южные границы Российской Федерации. То есть это, в первую очередь, Закавказские республики Армения и Грузия и Казахстан. Тем более, что спикер Казахского парламента сделал заявление о том, что уклонисты, которые попадут на территорию Казахстана, не будут выдаваться обратно в Россию. Конечно, это сложно сказать и проверить сейчас. Все-таки это ОДКБ, все-таки это СНГ, все-таки это межгосударственные. Как это все будет работать сейчас, сказать, тяжело. Но 100% граница между Россией и Казахстаном гораздо более приятное место, чем любые другие границы, потому что она очень большая и достаточно сложно ее контролировать. Вот если мы говорим о каких-то подсказках, то это была подсказка. А тем, кто уже допустил ошибку, судя по вашим словам, и все-таки поехал на панике в Беларусь, что сейчас лучше сделать? Сложно сказать, потому что в Беларуси, как я уже сказал, достаточно сложно укрыться людям. Но если учесть момент, что до сих пор еще нету разыскной базы, то есть что мобилизация была объявлена только вчера, эти люди, даже если они были внесены в список мобилизуемых, я думаю, что есть еще какое-то время для того, чтобы покинуть Беларусь в направлениях других стран, которые не требуют виз при въезде. Это, в частности, как я уже говорил, это в первую очередь Армения, Грузия, Казахстан. Однако я видел буквально за несколько минут до нашего эфира скриншот, который показывает стоимость авиабилета из Москвы в Ереван. Это 6937 евро. Да, я не ошибся ни в одной цифре, это почти 7000 евро за один билет с багажом в одну сторону. Я думаю, что приблизительно похожая картина сейчас и с авиационным сообщением из Минска, потому что ясно, что россияне, которые не хотят воевать, ищут все возможности для выезда с территории России и Беларуси. Что еще могу посоветовать? Наш канал «Байсол. Выезд и эвакуация» регулярно обобщает информацию, которая есть по этому вопросу. Можно обращаться к нам за консультациями. То есть наши волонтеры, наши сотрудники, они сейчас дежурят круглосуточно и ответят на вопросы, которые есть в каждом конкретном случае. По крайней мере, то, что мы знаем, тем мы поделимся. А те, кто летит транзитом через Минск, они тоже в зоне риска? Сейчас в зоне риска все. Потому что ситуация развивается очень быстро. Мы не знаем, о чем конкретно договорились две диктатуры, потому что Лукашенко за несколько дней до того, как была объявлена мобилизация, уже говорил с председателем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем о том, что, дескать, будут какие-то законы военного времени. И будет какая-то форма мобилизации и в Беларуси. Мы тут сами сейчас ждем, что будет происходить с белорусскими призывниками, белорусскими военнообязанными. Поэтому я точно еще раз, в третий раз уже скажу на наш эфир, Беларусь небезопасное место для того, чтобы укрываться там от мобилизации. Но пока, по всей видимости, указания ловить, задерживать россиян, которые бегут от мобилизации, кажется, нет. Но мы бы, наверное, заметили это из сводок информационных агентств и СМИ. Да, на данный момент, ну понимаете, как бы слово «пока» оно такое, достаточно зыбкое. И если есть желание решить эту проблему, избежать отсылки на фронт и бесславной гибели там в качестве оккупанта, то все-таки стоит выбирать какие-то более действенные шаги, более действенные маршруты. И еще раз подчеркну, что Минск вернейший союзник Путина. И на данном этапе белорусская власть сегодняшняя, она будет делать все в кильваторе политики путинской. То есть то, что Беларусь предоставила возможность сейчас пролетом российским самолетам и стартом ракет по украинским городам, это очень яркое свидетельство того, что точно так же по одному щелчку пальца Лукашенко абсолютно спокойно выдаст тех людей, на которые укажет Россия. Поэтому не советую. Спасибо за это мнение, за ваш комментарий. Андрей Стрижа, глава фонда Байсол, был в нашем эфире, обсуждали ситуацию в Беларуси, куда достаточно много российских граждан, которые не хотят попасть под мобилизацию, уже уехали. Ну а Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос...